Гости с Паскова привыкли, что лето здесь проходит максимально активно, но в эти выходные всех их объединил фестиваль «Время Т», «Время театра», «Творчество» и «Тургенева». Ряд городов и восемь спектаклей, которые показывают под открытым небом. Место, где были написаны самые знаковые произведения Тургенева, давно предрасполагало к проведению подобного формата фестиваля. Каждый уголок усадьбы превратился в театральной подмостки, без лишней нагрузки декорациями и без билета с номером сидения. Иван Сергеевич очень многогранная личность. Это и великий писатель, и охотник, и шахматист. Мы отражали во многих своих мероприятиях вот эти его грани образа. У нас проходит и Тургеневский шахматный турнир, и охотничий фестиваль «Записки охотника». Но Иван Сергеевич еще и драматург. Он глубоко погружен в театральную жизнь. Здесь была Марья Гавриловна Савина, здесь был великий актер Щепкин. Поэтому мы решили отразить еще и эту сторону личности и дарования Ивана Сергеевича. И решили провести первый фестиваль, который назвали «Время Т» – Тургенев Театр Творчества. Свои постановки привезли театры из Орла, Москвы, Воронежа, Московской и Рязанской областей. Плечом к плечу на этих импровизированных площадках встали как профессиональные театры, так и любительские. Привезли не только постановки по Тургеневу, но и обрядовые спектакли. Когда я узнал о приглашении на этот фестиваль, я кинулся судорожно ставить спектакль по Тургеневу «Живые мощи». Не знаю, его ставил кто-нибудь или не ставил, но я начал эту работу. И мне это так захватило, так это понравилось. И я сообщил Сергею Фанатовичу, говорю, я делаю спектакль вот для этого фестиваля. Он говорит, а что у тебя есть еще? Я говорю, есть красный угол, вот такое вот действие. Он говорит, давай красный угол, а «Живые мощи» может быть потом, когда-нибудь. Безусловно, невозможно было представить театральный фестиваль, что прошел в Спасском, без задействования репертуара Академического театра имени Тургенева. Я очень жду тех новых исследований творчества Ивана Сергеевича Тургенева, его действительно драматургического дара и дара писателя, потому что по прозам его, по повести, вот что сегодня вечером будет спектакль «Призраки». По-моему, великолепный у нас спектакль. У нас в репертуаре театра обязательно присутствует их же сезонно Иван Сергеевич Тургенев. Волшебное мистерие, что начинается у дуба, что в Спасском, когда место накрывают сумерки. Спектакль «Призраки». Нереальная любовь – это работа режиссера Антона Карташова, которая уже прошла проверку зрителям на сцене Академического театра. Но в этот раз творилось настоящее волшебство. Запах померанцев. Эй, ты чувствуешь этот запах померанцев? Первая подобная проба пера для музея-заповедника Спаска и Лутовинова оказалась максимально успешной. Уже сейчас поступает вопрос о том, станет ли фестиваль традиционным и ежегодным. Ответ, как и полагается в Спасском, положительный. Анастасия Гришина, Валентин Худокормов, телеканал «Первый областной».